Проваливай отсюда к чертям собачьим. Вот так вот. Вот там и сиди. Больше я его не буду трогать. Наконец рабочая неделя подошла к концу. Теперь я со спокойной душой могу прийти домой и поиграть в приставочку. Дом, милый дом, как же я по тебе соск... Нет. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Этого не может быть. Он же исчез. Он же испарился. Он отправился к своему отцу. Прямиком к Люциферу. Какого черта ты вернулся и какого черта ты делаешь в моем доме? Ты еще и в хэллоуинском костюме. Алло, Новый год на дворе. Снимай свой хэллоуинский костюм и вообще проваливай из моего дома. Хотя, раз ты оказался в моем доме, то это скорее мне стоит сваливать из этого проклятого дома. Знаешь что? Оставайся здесь. Я не буду тебя кормить. Все. Я ухожу. Я переезжаю. Я больше не буду жить в этом сраном, замечательном, стильном и уютном доме. Боже мой, как мне на самом деле грустно отсюда уезжать. Но у нас нет другого выбора, потому что он будет возвращаться снова и снова. Знаешь что? Я запихну тебя куда-нибудь. Вот куда-нибудь вот сюда я тебя запихну. Давай, давай. Залезай. И все. И я ухожу. Видеть тебя больше мои глаза не хотят. До свидания. Я найду себе новый дом и там не будет никаких ублюдских малышей в желтом. Вызываем лифт и проваливаем отсюда. Кстати говоря, кто-то там лифт испоганил. Вот что это за дерьмо? На 24 этаже находится какой-то белый кролик? Ну давайте сгон... Ммм... Звучит как-то страшно. А может быть к соседям я схожу. Заперто? И тут заперто, и тут заперто. Джордж, открой! Он опять пришел за мной! Ладно, Джордж, видимо, улетел на рождественские каникулы. Как бы я сильно не хотел заходить в этот адский проклятый лифт, у меня других вариантов нет. И окей, поехали на 24 этаж. Боже мой, сколько в моем доме этажей. Надеюсь, там будет жить человек, который мне поможет. Безумие Пикмана. Пятняга-белый кролик. Я знаю, что ты ищешь. Но здесь ты этого не найдешь. Это моё. Странное, конечно, начало для переезда, но что поделаешь? И, боже мой, как же высоко живет этот сраный кролик. Когда вы меня выпустите! Ну, конечно, как только я захотел переехать, конечно же, сломался лифт. Хотя, чего я ожидал от этого грёбаного проклятого лифта? О, мы, кажется, приехали. Кролик живет там, и он абсолютно неадекватен, потому что он загадил дверь. А могу я пойти к соседям кролика, к примеру? Вот я думаю, что прекрасный человек живет в 501-й квартире. Нет, не живет. Может быть, в 502-й квартире кто-нибудь живет? Или в 503-й? Нет, никто нигде не живет. И почему у кролика отдельная от всех квартир? И почему здесь какая-то всратая лестница? Дома так не конструируют. Ну, окей, не буду докапываться, просто пойду к кролику. И нет, всё-таки он не один здесь живет. Здесь живет огромная толпа людей. Кролик живет вон там. А здесь живет Апикман. Чё за Апикман? Может быть, я у него письмо стащу? Почему никакие двери не подписаны, кроме двери Апикмана? А, кто-нибудь может мне это пояснить? Он что здесь, самый крутой? Ладно, пойдемте, наконец, к белому кролику. Нет, не пойдем. Да! Я же говорил, от него нельзя скрыться. Куда бы мы ни пошли, он будет везде. И он стащил ключ. Мы должны поймать малыша и забрать у него ключ. Кстати говоря, этот дом чем-то похож на мой. Вы не находите? Вот самую малость. Наверное, вот этим вот ублюдским ребенком на столе он похож на... Ты где, маленький говнюк? Я же тебя найду. Если б ты знал, куда я тебя засуну после того, как я заберу этот ключ... Ага, вот ты где! Да боже мой, может быть ты вот здесь? О, здесь есть дынька. Можно приманить его дынькой. Это гениально, он же любит пожрать. Эй, маленький говнюк, ты где? А, боже, он был там. Как это было тупо? Вот, держи дыньку. Подходи к дыньке. Возьми дыньку, мне отдай ключик. Давай. Меня здесь нет, меня не видно. Держи дыньку. Скушай дыньку. Кстати говоря, это не дынька, это арбуз. Ап. Да куда ты делся? Как его поймать вообще? Ты тут? Малой. Вот, держи дыньку. Он не хочет дыньку. Может быть, он хочет пиццу или новогодний носок, или кружку. Вот, держи кружку. Может быть, тебе нравится кружка? Вот она. Держи. Держи кружку. Кружечку. Держи. Тебе нравится кружка? Нет? Да, боже мой, как его поймать-то вообще? Что, смотришь телевизор, а ключ ты мне когда отдашь? Может быть, тебе нужна пластинка? Давайте мы включим музыку. Возможно, она его успокоит. Кладем пластинку. Включаем. Послушаем этот невероятный трек. Ну, звучит как-то странновато. Надеюсь, что тебя это успокоит. Хотя, очень в этом сомневаюсь. Отдай ключ, пожалуйста. Сколько я тебя еще должен буду ловить здесь? Может быть, его опять в плиту засунуть? Это ты мне мстишь за то, что я оставил тебя в плите, да? Да, боже, его невозможно поймать. Нам нужно придумать какой-нибудь план. Этот шалтай-болтай телепортируется на одни и те же места. То есть, мы можем сконструировать какую-нибудь интересную ловушку. Положить туда пластинку, к примеру. Или, может быть, нужно поставить другую пластинку? А ну-ка, давайте мы включим эту. Это у нас что за музыка? Давайте послушаем. О, вот это вот звучит неплохо. Может быть, мы ему еще исполним какую-нибудь мелодию. Но для этого нужна музыка. Видимо, нужны ноты. Давайте мы их найдем. Вот эти вот ноты. Ну, конечно же, вот эти вот. Нужно три пары нот. Ааа, я понял. Награда за лучший дебют 2009 года. То есть, мы ворвались в чей-то дом. Причем, судя по всему, этот человек связан с белым кроликом. И с малым устраиваем здесь какую-то дичь. Кстати говоря, он сидел на дыньке. Точнее, на арбузе. Я понятия не имею, почему это здесь называется дынями. Так, я нашел вторую ноту. Не пианино. А что это, мать твою, такое? Гитара, что ли? Положи это сюда. Что значит это не пианино? Ладно, кладем это здесь. Музыкальная чушь? Ааа, окей. Эта штука не подходит для пианино. Видимо, это не ноты. Где у нас еще могут быть ноты? Малой, ты нот не видел? Может быть, покажешь мне, где они находятся? Кстати говоря, я нашел еще одну пластинку. И вот, вот это вот то, что нужно. Там, кстати говоря, нарисован молоденец. Кажется, он не только меня терроризировал все это время. Так, нужно найти последнюю ноту. Кстати говоря, давайте мы тогда и эту пластинку тоже послушаем, почему бы и нет. Кладем, это убираем, включаем. Так, что это за музыка? О, вот это вот тебе точно должно понравиться. Да, малой, конечно, ты обожаешь такие треки. Может быть, теперь подойдет? Да в смысле не пианино? Ладно, не подходит. Где же может быть последняя нота? А, я, кстати говоря, уже могу отыграть с этой. Но нет, я хочу найти сразу все... А то вдруг его взбесит то, что я играю фальшиво, и он меня сожрет. Он-то может, да. Он тот еще уродец. Я гитару, кстати говоря, нашел. Гитара мне не пригодится. И я не вижу последние ноты. Может быть, они где-нибудь в коридоре висят? Может быть, я просто их не заметил? А, вот они, звуки пианино. Неужели я нашел? Это колыбельная. Все, теперь можем сыграть эту колыбельную. Я даже наушники ради такого надену. Давайте. Удивите меня. Привет, малой. Отдай ключ. Отдай ключ, а я сыграю тебе эту прелестную колыбельную. Ключ отдай, или я тебе его в одно место запихну. Боже, мы травмировали немножко малыша. Но ему нормально. Переключатель? Какой переключатель? Что это за переключатель? Нажми. Тайный переключатель. Ну, давай нажмем. Здесь какая-то дырка. Нет, спасибо. Я не хочу залезать ни в какие тайны. Ай, дырки. Боже мой. Я надел наушники. Теперь слышу, как он перемещается за моей спиной. Оказывается, это до усрачки страшно. Привет, паразит. Отдай ключ. Ладно, знаешь что? Я пойду в эту дырку. И кто не понял, эта история вторит истории Алисы в стране чудес. У нас есть какой-то мистический белый кролик. И топая за ним, мы сейчас очутимся в какой-то непонятной дыре. Замечательно. Надеюсь, малыш не будет за мной телепортироваться. Он же не может телепортироваться вот куда-нибудь вот сюда. Да, я надеюсь, не может. Да что ж такое-то? Не дома больница для психически больных. Ладно, давайте я просто возьму эту пластинку и включу ее. Вот эта музыка точно должна понравиться малому, потому что ее нам отдал сам сатана, блин. Так, я принес тебе пластинку. Держи, вот эта вот тебе точно понравится. Слушай, что это за песня такая? О, забираю ключ. Что, тебе не понравилось то, что я забрал ключ? Я тебе отдал золотую пластинку. Все, прощай. Надеюсь, я никогда, знаешь что? Никогда в жизни тебя не увижу. И здесь столько наград различных. Давайте мы почитаем. Дебютный альбом. Лучшая хоррор музыка, что, простите, худший текст нацарапан. Эта награда висит вверх ногами. Наклонившись, вы читаете. Номинация «Лучшее использование цвета в музыке». Я не особо понимаю, как можно использовать цвет в музыке, но да ладно. Желтый знак, мир снов Касильды. И также у берегов Хальды. Так, что здесь еще есть интересного? Может быть в холодильнике что-то новое? Кстати говоря, на холодильнике опять шизофренические символы от сатаны. И больше я ничего интересного в этом доме не вижу. Здесь, кстати говоря, по телеку тоже показывают какую-то невнятную дичь. И здесь тоже висят прикольные абстрактные картины. В остальном обычный такой домик. Давайте мы из него свалим и, наконец, найдем белого кролика. Надеюсь, что это будет человек, а не реальный белый кролик. Все, закрываем молча здесь. Фух. Давайте буквально пару секунд насладимся этой благодатной тишиной. Что за домовой делся? А, он все еще там и все еще ноет. Ладненько. Я просто услышал какой-то очень странный звук, который прервал мою благодатную тишину. Но давайте мы откроем эту дверь и пойдем дальше. Желательно, чтобы лифт работал. Там еще один лифт. Ну окей. Подходим к лифту. А здесь что такое? Почему комната 514 закрыта, а? Ладно, неважно. Погнали в лифт. Света нет! Да когда я выберусь отсюда, я просто хочу найти себе новый дом. Ладно, мы, видимо, пойдем как раз таки в комнату 514. Нет. В 515? Нет. В 516? В 517? О, опять эта картина, кстати говоря. Скоро король прибывает. Интересно, интересно. Так. Куда же я должен в итоге-то пойти? Ага. Вот сюда. Но я туда не пойду. Я хочу поисследовать эти комнаты. 518 и 519. Ничего интересного. И мы вернулись обратно. Нам опять нужен ключ. Это не дома какие-то сраные лабиринты. Ладно, давайте просто пойдем и попробуем восстановить свет. Надеюсь, малой нам не помешает. Так, я возьму батарейку. Статус лифта. Нет света. Нужны синяя и розовые батарейки. Так, синюю батарейку я нашел. Осталось найти розовую батарейку. Она будет вот здесь. Ага. Нужно найти какой-то пароль. Ну, конечно же. Не могло же все быть так просто. Здесь у нас король. Король. Король прибывает. Кстати, вот здесь есть кусок кода. 43, чего-то там. Ну, по идее, остается всего 99 вариаций. Можно и хакингом подобрать. Но давайте мы попробуем найти какие-нибудь подсказки. А, так батарейка здесь нахрена мне открывать ту штуку. Открываем. Вводим батарейку. Готово. Ну ты падла. Так, там есть еще одна батарейка. Что такое? Батарейка испарилась? Ну, там еще куча батареек. Я не буду переживать и просто вставлю новую батарейку. Все. Да. А розовых батареек у меня тоже много. Так что ты мне не помешаешь, малый. Все. Вот она, розовая батареечка. А? Смотри. Синяя батарейка здесь. И розовая батарейка тоже здесь. А? А? Так как ты это делаешь, ублюдок? У тебя башка торчит в гребаной полке. У тебя кусок мозга буквально находится в дереве. Проваливает сюда к чертям собачьим. Вот так вот. Вот там и сиди. Больше я его не буду трогать. Давайте мы разберемся, что там может быть за пароль. Вот что это значит. А, 17. 43-17. Элементарно, Ватсон. А что за король прибывает? Куда он прибывает? Может быть я должен куда-нибудь поставить эту фигурку или запихнуть ему в задницу, чтобы что-то заработало. Оставлю короля пока что тут. И код у нас 43-17. Открываем эту штуку. Надеюсь, здесь будет какое-нибудь средство, с помощью которого я смогу отпугнуть малыша. А-а-а! Я понял. Намек принят. И ты, кажется, обосрался, а тебя воняет. Давай, проваливай. Все. Замечательно. Теперь он мне не будет мешать. Хватаю синюю батарею. Он что, ржал там, пока летел? Впрочем, не важно. Мне это все не интересует. Лифт заработал. Я, наконец-таки, могу смотаться отсюда. Я надеюсь, что я смогу смотаться. И вот, ладно, давайте мы начнем жить тут. Или не начнем. Тут тоже на меня кто-то смотрит. Я вот готов туда прыгать вместе с малышом. Божечки ты мой. Надеюсь, все закончилось? Нет, ни хрена не закончилось. Не убегай. Не уходи. Нет, ты не сбежишь. О, малыш. Ты не хочешь, чтобы я уходил, да? Но, малыш, я все равно уйду, потому что ты меня задолбал. Ты меня до ручки доведешь. О, малыш, малыш грустит из-за того, что его нянька уходит. Я не то, что ухожу. Я убегаю отсюда как можно быстрее. Мне нужно спуститься на первый этаж. Или вот третий тоже будет нормально. Вали. Да твою-то мать. Да лифт, быстрее меня тут сейчас прирежетый ребенок сатанистский. Лифт. Что за спок ночи? Вот так. А как сбежать? Сюда бежим. Ладно, сюда бежим. О, боже мой. Как здесь вообще уцелеть? Ключ. Открываем. Теперь налево. Сто процентов налево. Этот маленький говнюк гонится за мной. Он хочет меня сожрать. Какой ключ? Зеленый, лаймовый. Вот этот вот. Нет, в смысле? Вот этот вот. Нужный ключ. Да я уронил ключ. Нет, нет, открывайся дверь. Я тебя умоляю. В смысле, второй ключ? Да какой второй ключ? Да боже мой. Да там два ключа-то было. Да как так-то? Надеюсь, ключи не будут менять местоположение. Я все примерно запомнил. Здесь хватаем первый ключ. Ага, вот этот вот. Ух, а это сложнее, чем я думал. Так, срочно смотрим, какие здесь нужны ключи. Ага, нужен. Вот какой, какой, какой я его потерял. Вот этот вот ключ и треугольный ключ. Где, где треугольный? Вот он, он треугольный. Фух. Надеюсь, больше никакие ключи не потребуются. Так, по прямой. Да как так-то, боже, как страшно до усрачки-то. Валим, валим. На кнопку нажимай. И ты... Вот это вот, видел. Все. Выход. Не бросай меня. Оставайся здесь. Навсегда. У меня нет никакого желания оставаться в этом доме. Ни на минуточку, ни на секундочку. Да... Класс, теперь лифт ведет прямо к нему. И я должен его кормить. Да, какой радостный малыш. Сидит, танцует. Сжирает мою душу. О, здесь есть ключ, кстати говоря. А это что такое? Ага, это я прочитать маловероятно смогу. Ладно, малыш, я тебя покормлю. Тут по всему дому теперь эти непонятные ключи. Какой кошмар. И теперь все будет повторяться, как раньше. Я опять буду его кормить. Потом менять ему подгузники. Да, вонючка? Эх, боже мой, как я тебя ненавижу. Довольная ты, Морта. Давай. Укладывайся на матрасе. Беру пеленочки. Ты исчезаешь. Я иду к тебе. Ты внезапно что-то делаешь тут. Теперь я опять беру бутылочку из холодильника. Опять тебя кормлю. Это шизофрения. И сбежать отсюда я больше никогда не смогу. Вы понимаете? Вся моя жизнь будет заключаться в бессмысленном кормлении этого малого. Я буду кормить его. Потом буду класть его сюда. Потом он будет исчезать. Потом я буду менять ему его подгузники. И это будет происходить снова и снова. Эта пластинка заела, понимаете? Но нет, я остановлю эту запись. И пойду прямиком за белым кроликом. Он должен быть где-то вот здесь. Эй, белый кролик. Мне нужен подходящий ключ. И там у нас какой-то барашек. А где может находиться подходящий ключ? Может быть ключи меняются, когда я меняю ему памперсы? Нет, мне нужен ключ с сердечком. Малой, ты не видел ключ с сердечком? Он должен быть прямо где-то тут. Может быть в унитазе? Нет. Хм, как странно. Может быть еще раз его покормить? Малой, куда ты заныкал ключ? Я тебя сейчас окуну в унитаз. Если ты... О! Прямиком в мысли дошло. Он сказал мне, где находится ключ. Ага, спасибо, малой. Ключ у нас вот здесь находится. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. И надеюсь, что белый кролик это у нас врач, который вылечит меня от шизофрении. Так. What the fuck? Как-то это все нехорошо. Уже увидено, уже известно, уже прожито. Звучит страшно. Да боже ты мой. Ладно, пойдем со мной. Давай мы устроим семейную психотерапию. Почему бы и нет? Может быть нам это и нужно было все это время? Может быть мне не нужно было убегать от самого себя? Может быть мне нужно было принять тебя? Давай, врач будет находиться вот буквально где-то... Вот в этих лабиринтах. Вот здесь врач будет находиться. Пойдем со мной, малыш. Вот сюда. Укладываю тебя спать. Так, укладывайся. Умница. А где мой лечащий врач? Прощай. Да... Стоп! Да нет. Нет, 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 нет. Нееет. За что мне все это? Что я должен сделать? Двери у нас закрываются. Я должен оставить тебя здесь? Давайте я не буду в этот раз брать малыша. Я просто пойду один. Нет, меня это не интересует. Не надо на своей жопе летать. Ты мне не интересен. Я не должен тебя принимать. Я понял. В этом был смысл моего путешествия. Все. Я ухожу. Я самодостаточный взрослый гражданин. Не трогай меня. Не иди за мной. Я ухожу от тебя. Прощай. Навсегда. Больше ты мне не интересен. Все, не буду его укладывать спать. Сваливаю вбордом. Одиночество. Нет. Как выбраться? Смотрите ТВ. Тебе хочется спать. Нет. Это ловушка. Это была ловушка. Я так и знал. Не смотреть телевизор. Не смотреть телевизор. Да. Как его не смотреть-то? Так. Я не смотрю на телевизор. Боже, как тут много телевизоров. Прошожу как-нибудь, глядя в пол. Да боже, как тут много телевизоров. Буквально. Везде телевизоры смотрю в потолок. Вот куда угодно, только не на телевизоры. Боже, ненавижу этого малыша. Я смогу выбраться отсюда. Я думал, это будет малость попроще. Ну что поделать, такова жизнь. Хочешь жить? Умей вертеться. Не будет здесь никаких больше телевизоров. Будет, конечно. Боже мой. Да. Маленький ублюдок, а. Посмотрите на него. Сидит довольный, расплющенный. Ну все? Да как не все-то? Да как вырваться из этого порочного округа? Малыш очень устал и очень расстроен. Но я все равно не буду тебя укладывать. Пойми, ты должен найти себе новую няньку. Я устал. Я ухожу. Ты меня задолбал. Ты больше меня не испугаешь. Время сна. Время сна для тебя, мальчик. Не для меня. У меня начинается новая жизнь. Понимаешь? Твои знаки меня больше не пугают. Ничего меня больше не испугает. Даже этот странный мир меня больше не испугает. Привет, малыш. О боже. Я не буду укладывать тебя спать. Я не буду. Не буду. Понимаешь? Отвали от меня. А, больше идти-то некуда. Разве что упасть куда-нибудь к белому кролику. Да? Я хочу упасть. Я не могу упасть. Игра не дает мне. Вот же я падаю. Нет. Игра не дает мне упасть. Но я хочу. Я хочу это сделать. Ладно, я, видимо, должен уложить для начала малыша спать. Я сделаю это. Но не дай бог ты меня телепортируешь обратно. Давай, пойдем. О, это вольный малыш. Малыша уже третий раз за день укладывают спать. Лежи. А я сваливаю. Я сваливаю, я сказал. Он меня даже не пугает уже. Я привык к нему. Опустив голову с рогами вперед, с диким криком и воем слепо несется к туманной каркозе. И мы снова здесь, леди и джентльмены. Из этого места нельзя выбраться. Хм, стоп. А как решить эту головоломку? Хм, может быть, в какой-то момент нужно вернуться назад или зайти в одну из этих дверей? Так, необычный поворот событий. Время сна 0.20. Что это может значить? Какая из дверей может быть открыта? Может быть, нам нужно вернуться назад в какой-то момент? А? Здесь у нас ничего нового. Ага, вот сюда нам нужно. Время сна 20 было. Нет, я не могу сюда зайти. И к малышу я идти тоже не хочу. Может быть, я все-таки должен развернуться и уйти? Нет. У меня есть только один вариант. Идти к малышу. Ааа, я придумал. Давай, малыш, убирай меня. Ой, какой ты страшный. Пойдем со мной. Я знаю, куда мы с тобой пойдем. Мы пойдем не спать, даже не думая о сне. Мы пойдем к белому кролику вместе. Ты ведь телепортируешь меня туда, где ты. Прощаааай. Я, кажется, нашел выход. Фух. Я думаю, вот это вот точно финал. Наконец-то я разобрался с желтым малышом. Это невероятное ощущение. Мне. Ух, ух, ух. Нужно вот сюда. Ага. Или нет. Больше некуда. Ладно, поползли к белому кролику. А что, если белый кролик это один из его родителей? Выход. Я не верю в то, что в этой... Аааа, может быть, выход. Я так и знал, так и знал. Спук ночи. Да пошли. Я весь взмок, пытаясь это пройти. Мне это совершенно не нравится. Но я теперь знаю, что я должен резко повернуть налево. Окей. Попробую сделать так. Идем и резко поворачиваем. Так. Замечательно. Теперь идем по лабиринту направо. Вот сюда. Теперь куда? 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 А, вот сюда. Понял. Намек. Понял намек. Не покидай меня. Да я очень хочу тебя покинуть. Но я уже не понимаю как. Ты все время телепортируешь меня в какую-то задницу. Я ненавижу этот дом. Божечки ты мой. Надеюсь, я найду выход. Вот здесь. Так. Выход близко. Да как выйти? Вот сюда. Надеюсь, он не охотится за мной. Вот сюда. Выход близко. Какие паровозы? Паровозы не мешайте мне, пожалуйста. Мне нужно выйти. Мне просто нужно выйти. Выход. Я вижу белый свет. Я кажется проснусь и будут нормальные выходные. Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И знайте, что он вернется.